Заявляется, что в организме почти каждого человека достаточно пластика, чтобы изготовить что-то наподобие кредитной карты. Многие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются дети, проблемы с щитовидной железой у маленьких детей, во многом связаны с этим. Плюс аутизм. С этим связано много проблем, вы даже не знаете сколько. Садгуру, основная часть вашей работы направлена на поиск экологичных решений, но также вы занимаетесь повышением человеческой осознанности. Какую роль в этом может сыграть отдельный человек, малые предприятия или община? Видите ли, это не две разные вещи. Люди, живущие осознанно, и экологичные решения — это вещи одного порядка. Единственная причина, по которой мы делаем вещи неэкологичными способами, в том, что мы неосознаны. Деятельность, которую мы осуществляем на этой планете, не является осознанной. У всех есть свои компульсивные нужды. У отдельных людей свои компульсии, у общества, у наций свои компульсии, на глобальном уровне есть свои компульсивные потребности. Чтобы удовлетворять эти навязчивые нужды, мы делаем вещи, которые лишают нас основы нашего существования. Это похоже на классическую историю из Панчатантры, в которой человек рубит сук, на котором сидит. Он занимается этим, потому что хочет быть успешным, но когда он добьется успеха, он упадет. Вот где мы сейчас. Вот какой глупой деятельностью мы занимаемся. И когда мы добьемся успеха, мы упадем. Каждый из нас должен строить свою жизнь, принимая во внимание, куда уйдет то, чем мы пользуемся сегодня. Мы должны жить с такой осознанностью. Чем бы я ни пользовался сегодня, куда это попадет завтра? Где это окажется в конечном итоге? Каков его конечный пункт? Важно отметить, что Индия была текстильной страной на протяжении сотен или тысяч лет. Было время, когда мы одевали всю Европу и Аравию. Фактически 60% одежды поставлялось из Индии. Никто на планете не шил настолько изысканной одежды. Даже сегодня. Никто не может сделать что-то подобное тому, что надето на вас. Больше нигде на всей планете. Потому что такое мастерство не появляется в одночасье. Это не то, чему вы можете научиться за 4 года обучения на текстильном факультете. Это развитие неких врожденных способностей. В каждом регионе были свои техники плетения тканей, разные типы красителей. Из любого местного материала у них получались очень изысканные плетения. Более 132 видов плетений, отдельных видов, было известно в начале этого века. Сейчас почти 65-70 из них находятся на грани исчезновения. Мы прилагаем некоторые усилия в этом направлении. Мы поговорим об этом позже. Но текстиль был нашей традицией, тем, что мы по-настоящему умеем делать. Мы должны вернуться к этому. Это было подорвано главным образом во времена британского правления, когда они хотели последовательно разрушить индийскую текстильную мощь, потому что они хотели построить Манчестер, что они успешно и сделали. Да? Теперь люди с большой гордостью называют Каимбатур Манчестером Индии. Я попросил их так не делать. Пусть они называют Манчестер Каимбатуром Англии. Потому что именно здесь находятся истоки настоящего качества, придения и всего остального. И в каждом регионе есть свои уникальные методы. Если мы вернем это, даже в разумных пределах, если мы разовьем нужные рынки, если мы возвратим навыки, которые там есть, говорю вам, это позволит легко трудоустроить от 200 до 300 миллионов человек в Индии в течение следующих 5-6 лет. В текстильной промышленности предпринимаются определенные усилия. Законы изменились, мы тоже работаем с ними. Но этого недостаточно, если вы хотите совершить революцию. Самое главное, для всего этого нужен рынок сбыта. Вот почему вы очень важны. Это одна из причин, почему я говорю с вами. Потому что нам нужен рынок сбыта. Рынок должен быть чувствителен к эстетике, к красоте. Рынок должен быть восприимчив к разумному потреблению. Сейчас люди готовы пойти в какой-нибудь магазин и купить десяток вещей из синтетики. Если они идут за покупками, никто не обходится одной вещью. Они покупают два десятка сразу. Они поносят одну-две вещи, потом они надоедают, и они снова идут закупаться в магазин. Восемьдесят пять процентов одежды на планете отправляется на свалку в течение одного года после покупки. Каждый год на планете продается сто миллиардов предметов одежды. Сто миллиардов. Восемьдесят пять миллиардов предметов одежды ежегодно выбрасывают на свалку. И большая часть из них содержит полиэстер. Одна из наиболее опасных форм загрязнения окружающей среды — это поливолокно. Оно повсюду. Оно в воздухе, в почве, в воде. Некоторые исследователи находили поливолокно в плаценте. Если поливолокно находится в плаценте матери, ребенок его впитает. Не знаю, насколько верны эти цифры, но они близки к истине. Заявляют, что в организме почти каждого человека достаточно пластика, чтобы изготовить что-то вроде кредитной карты. Вы знали? Однажды вам придется заплатить. Если вы носите кредитную карту в своей системе, вы продолжаете платить. Так что, повсюду столько пластика, но все пытаются уничтожить жалкий пластиковый пакет. Я не говорю, что не нужно от него отказываться, но это стало модным. Вот в чем проблема. Поскольку эти никчемные пластиковые пакеты валяются на улицах, некоторые нищие изборщики тряпья подбирают их. Вы знаете, в Индии переработка пластиковых отходов идет очень хорошими темпами. Не из-за вашего осознанного потребления, а потому, что бедные люди подбирают это. В Индии перерабатывается почти 90% пластиковых бутылок. Это единственная страна, где такие цифры. Это не потому, что мы экологически очень осознаны, просто потому, что люди бедны, и они подбирают все бутылки. В любом случае, это происходит так или иначе. Но степень вреда, который наносит поливолокно, то, как оно проникает в организм, особенно когда дети носят одежду из поливолокна, поскольку это легко воспоминающийся материал, его покрывают огнестойкими химикатами. Было установлено, что эти химические вещества являются канцерогенными. Многие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются дети, проблемы с щитовидной железой у маленьких детей, во многом связаны с этими негорючими химикатами, которые наносятся на ткань. Плюс аутизм. С этим связано много проблем. Сколько проблем, вы не знаете сколько, но определенно вы столкнетесь со многими проблемами. Ребенок до 15-16 лет не должен носить ничего из поливолокна. Они должны носить одежду из органических материалов. Это не значит, что взрослым можно, но, по крайней мере, после 17-18 лет человек более устойчив к таким вещам. Однако до этого возраста очень важно, чтобы вы носили органическое волокно. Но теперь проблема в том, сколько у вас одежды. И вы не можете позволить себе хлопок, шелк или что-то такое, так что в итоге вы покупаете поливолокно. Это дешевле, и поэтому многие покупают... Понимаете, даже хлопок и другие материалы можно сделать дешевле, если мы увеличим объемы производства. Я предлагаю одну простую вещь. У вас есть влияние в телангане. Вы должны продвигать эту идею. В некоторых штатах я добиваюсь того, чтобы, по крайней мере, школьная форма была из хлопка или льна, или из того, что они могут себе позволить. Но она не должна быть из поливолокна. Она не поддается переработке, только 1% перерабатывается, потому что никто не использует поливолокно в том виде, как оно есть. Его всегда смешивают в сложные составы, чтобы получить различные текстуры и все такое. Так что такой сложный материал невозможно переработать. Если бы это был чистый нейлон или чистое поливолокно, их можно было бы переработать. Из-за того, что он смешан с разными другими материалами, его переработка невозможна. Только 1% поливолокна, который вы используете в одежде, перерабатывается. Остальное просто уходит в окружающую среду. И это возвращается к нам обратно множеством разных способов. Кредитная карточка в вашем сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова